Дорогие друзья, привет! На связи Игорь Полтавцев с острова Бали. Сегодня я встал, как обычно, в 6 утра, чтобы прийти на пляж, вот там пляж, прогуляться, записать для вас видео, показать что-то за своей спиной, пока нет мотоциклов, машин и прочих шумных элементов. Сегодня речь пойдет о том, что делать на Бали нельзя. Это запрещено, это нежелательно или может даже вылезти вам боком. Но прежде чем я начну, хочу сказать вам спасибо за поддержку, за ваши лайки, комментарии. Это здорово меня поддерживает и мотивирует меня снимать новые ролики, вот честно. Когда вы собираетесь в какое-то дальнее путешествие и вы еще пока неопытный путешественник, то вам обязательно необходимо изучить специфику этого самого места. Почему это важно? Да потому что даже в соседнем городе могут быть какие-то правила, которые отличаются от вашего города. И если их нарушить, то это может вам сделать много неприятностей. Что уже говорить про другую страну, тем более такую разную, такую другую, как Индонезия. Ну что, погнали! Итак, первый пункт. Я разочарую тех ребят, которые любят в купальнике или в лавках пробежаться от пляжа к отелю. Это будет рассмотрено Балийцами как нарушение правил этикета и будет им очень неприятно. Ведь Балийцы очень религиозные люди. Так что прежде чем уйти из пляжа, накиньте на себя какую-то футболку, какие-то шорты и будете спать спокойно. Балийцы не будут смотреть на вас косо. К тому же большинство баров и ресторанов, особенно в хороших отелях, не пускают людей, которые не одеты подобающим образом. Поэтому имейте с собой всегда какую-то футболку, которую вы можете набросить на себя и тогда вы точно не останетесь без завтрака. Второе. Если вы любитель загорать топ-лист, то тоже вас разочарую, потому что здесь это категорически запрещено. Да, вы можете найти какое-то место на острове, где на этом могут закрыть глаза, но будьте осторожны. Если вы только не ищете специально каких-то дополнительных приключений и проблем. Есть и такие люди. Третье. Очень важна ваша безопасность во время купания в океане. Про это я даже снял отдельный ролик, целая история, как девочка чуть не утонула в океане. Ссылочку на эту историю я оставлю в описании к этому ролику. Помните такую вещь, что если написано запрещено купаться в этом месте, то это значит действительно запрещено. И это ваши же интересы. Это не та история, как в России, что купаться запрещено, но если очень хочется, то можно. Последствия могут быть крайне плачевными. Также я не рекомендую купаться даже в разрешенных местах, но ночью, потому что это может быть достаточно опасно. А купаться в океане под алкогольным воздействием, это на самом деле просто самоубийство. И нужно реально не дружить с головой, чтобы так делать. Дело в том, что это океан и у него есть свои так называемые обратные течения. Волна прибывает на берег очень большая, затем находит какой-то узкий проход, как ей вернуться обратно. И если вы попадетесь где-нибудь рядом, то вас очень сильно и без вариантов засосет в океан, даже если вы профессиональный пловец. В такой момент наступает мгновенная паника. Человек старается побороть это течение, выбивается из сил. И потом просто захлебывается и погибает. Таких историй здесь очень много. На популярных пляжах такие вот места с обратным течением, они отмечены специальным флажком. Обратите на это внимание и не лезьте в воду в этот момент, в этом месте, даже если там купаются другие люди. А на диких пляжах таких флажков, естественно, нету, поэтому не ходите в незнакомые места, купаться один. Берите с собой друга, который должен обязательно за вами присматривать. Идем дальше. Бали это не только океан, но и огромное количество храмов индуистских. И здесь с ними тоже нужно быть очень осторожными. Конечно же, вам стоит их посетить. Таких храмов в жизни своей вы, наверное, никогда не видели. И вам очень нужно знать традиции местных и что делать на этих храмах нельзя. Здесь важно помнить о существующем дресс-коде. Забудьте про шорты, юбки, какие-то джинсы. Для этого существуют специальные соронги. Вы закрываете нижнюю часть тела и можете спокойно идти в храм. А в некоторые места также нужно закрывать верхнюю часть тела. Это плечи и вашу грудь. Эти соронги можно купить в любой туристической части острова Бали. Они недорогие. Но если вы приедете на достопримечательность без соронга, то вам придется заплатить аренду по стоимости самого соронга. Далее. Даже если вам очень сильно интересны местные, которые молятся в храме, то не подходите к ним слишком близко. Не отвлекайте их, не переграждайте им путь. Это будет воспринято как очень неуважительное отношение к ним и к их религии. И у вас могут быть реальные проблемы. По храмам вроде все. Не такие уж и большие ограничения, согласитесь. Но там действительно есть на что посмотреть. Солнышко. А сейчас я вынужден огорчить левшей. Людей, у которых рабочая рука левая. И которые собираются посетить остров Бали. Дело в том, что у балийцев особое отношение к рукам. Левая рука считается нечистилой. Ею здесь подмывают одно место. Поэтому ей нельзя здороваться. Нельзя передавать человеку местному деньги. И все делается только лишь правой рукой. Также левой рукой они здесь тоже не едят. Конечно же никто не набросится на вас кулаками, если вы передадите деньги левой рукой. Но просто если вы хотите быть более вежливым, если вы хотите наладить какие-то отношения с какими-то балийцами, то помните, лучше все делать правой рукой. Я имею в виду все делать относительно какого-либо человека. Шестое. Обращу ваше внимание на то, что нельзя повышать голос на балийцев. Они очень спокойные люди, очень доброжелательные. И не то, что кричать нельзя, да, а просто когда вы повышаете голос на них, то это воспринимается как агрессия. И, соответственно, они могут тоже ответить вам агрессивно. Но вообще болицы не такие люди, которые будут тоже проявлять агрессию открыто. Скорее они затаят какую-то обиду. И потом в какой-то момент могут сделать вам пакость. Поэтому лучше избегать таких вот эмоциональных ситуаций, если вы не хотите в какой-то неожиданный момент для себя оказаться в неприятной ситуации. Седьмое. Вам это может быть покажется очевидным, но я постоянно раз за разом вижу ситуации, когда люди это делают снова и снова. А именно люди оставляют ключи в зажигании байка. И бывает такое, что даже на всю ночь или на постоянку я прихожу на парковку, вот у нас в деревне. Да, у нас там очень сильно безопасно. И вижу, что там три байка с ключами внутри. Это очень неправильно. И даже если вы идете куда-нибудь на 5 минут в магазин, то обязательно берите с собой ключ. Причем, вероятнее всего, байк может угнать не болиец даже, а турист. И он покатается на вашем байке две недельки, месяц. И потом выбросит его где-нибудь в аэропорту или где-нибудь в центре острова. Байк разобьет. И вы будете оплачивать всю его стоимость. Поэтому не забывайте, во-первых. А во-вторых, не делайте тем более это нарочно. Всегда забирайте ключи из зажигания байка, когда вы останавливаетесь. А восьмой пункт очень важный. Может быть, даже для девушек это важнее еще. Ребят, когда вы едете на байке или идете пешком, обратите ваше внимание, что у вас за сумка. Я рекомендую вам использовать какие-то рюкзаки, которые плотно прилегают к вашему телу, если вы идете и если вы едете на байке, то что-то должно тоже быть очень надежное. Потому что бывают случаи в туристических местах, когда выходцы с острова Ява, соседнего неблагополучные люди, они могут на байке ехать и забрать у вас сумку, вырвать ее с вашего плеча. При этом их абсолютно не беспокоит то, что вы при этом можете упасть и разбиться. Такие случаи бывают достаточно часто, особенно у девушек. Будьте внимательны. Я вам порекомендую, когда вы едете на байке, сумку уложить вперед своих ног. Да, вот вы сидите, впереди ног положите сумку, и тогда вы ее ногами вот так вот защищаете, и вероятность, что на вас будет нападение значительно ниже. Вот, а тут мне солнце везде достает. Поэтому помните об этом моменте. Это, ну, реальная опасность, которая существует. Будьте бдительны. Девятый пункт, и это тяжелая артиллерия. Здесь в Индонезии, как и в многих азиатских странах, очень жесткие наказания за употребление наркотиков и за их хранение и распространение. Я думаю, что мои подписчики люди достаточно осознанные, и таких людей очень мало, так скажем, я надеюсь. Просто не могу об этом не рассказать. За употребление наркотиков здесь можно загреметь в тюрьму на несколько десятков лет. А если вы распространяете наркотики, то здесь предусмотрена, внимание, смертная казнь. Поэтому будьте внимательны. И возникает вопрос, неужели это того стоит? Да вы знаете, находятся смельчаки. Есть даже забавная, в кавычках, история. Один русский парень заказал наркотические средства через какой-то онлайн-магазин. Ему доставили эти препараты на почту. Он туда пошел беспалево забирать их. И его там уже ждала полиция, его повязали. Такая громкая история. И у него два варианта, я помню, было либо пожизненное заключение в тюрьму, либо смертная казнь. Я не помню, чем закончилась эта история, но явно не чем-то хорошим. Так что, как вы видите, ограничений здесь на Бали достаточно много, но они такие вот адекватные, и их, я думаю, не так уж сложно придерживаться. Зато здесь, ребят, огромное количество способов, как можно получить удовольствие легальными способами. Поэтому будьте здоровы, отдыхайте с умом, и помните о тех правилах, о которых я рассказал вам в этом видео. И тогда ваше пребывание на острове Бали будет очень приятным и запоминающимся с лучшей стороны. Самое главное правило, которому вы можете следовать, это уважайте себя и уважайте местное население. Тогда, скорее всего, ничего плохого с вами не случится. Ребят, спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, он был для вас полезным и интересным. Постарался также показать вам что-то там за моей спиной. Буду очень признателен вам за поддержку в виде вашего лайка, за ваш комментарий. Также подпишитесь на канал, будет много интересных роликов о Бали, о том, как сюда можно именно вам переехать. Ну, а с вами был Игорь Полтасов. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.